Доброе утро, моя любимая страна! Моей сегодняшней темой подсказка для вас называется коммуникация. Коммуникация врач и пациент. И наоборот. Вот подсказка следующая. К нам приехала Маргарита со своей собачкой Бусинкой. У Бусинки атопический дерматит. Характерно выпадение шерсти в определенных местах. Постоянный зуд, краснота, конъюнктивита и так далее, и так далее. И вот для постановки диагноза нужен общий анализ крови, мы его сделали. Нужна беседа и контакт врача с пациентом. В данном случае пациентом является хозяйка. Почему? Потому что наши маленькие пациенты не разговаривают, а за них говорят их владельцы. И вот на вопрос, чешется ли ваша собачка, хозяйка с уверенностью говорит нет. А в реальности должна чесаться. Хорошо, говорю, возможно она лижет лапки. Нет, доктор, не лижет. И вот тут возникает тупик. Либо ты не тот диан оставишь, вследствие ты назначишь не те препараты, и следовательно помочь ты не сможешь. Либо приходится вот заходить справа, слева, сбоку, сверху, прыгать с парашюта. И вот здесь следующая подсказка. Я задаю вопрос, вы являетесь хозяйкой? Она говорит, ну конечно же, как вы можете такое говорить? Я хозяйка. Я говорю, нет, я задаю вопрос направленный. Как часто вы видите вашу собачку? Она говорит, ну вообще я ее вижу раз в две недели. Я говорю, почему раз в две недели? Она говорит, я живу в городе, а собачка живет с мамой в селе. И раз в две недели я приезжаю в гости. Я говорю, хорошо, как долго вы остаетесь дома с вашей собачкой? Вообще я приезжаю на два часа. Я говорю, получается, что за два часа, которых вы уделяете маме, возможно соседям, друзьями и так далее, и так далее, вы еще пытаетесь видеть собачку. Ну получается, что я ее не вижу. И вот здесь мораль такова, что от того, что вы говорите и как вы говорите, в дальнейшем зависит лечение, постановка диагноза и результат. Результат, который хотите и вы, и хотите, и хотим мы. Поэтому вот такая вот история сегодня. Знайте и пользуйтесь ею. Реально нужно давать ответы на реально поставленные вопросы. Будьте здоровы и хорошего дня.